По правую руку от губернатора чиновники, по левую – общественники. Слово дают каждому. Одним, чтобы рассказали о проблемах, вторым, чтобы предложили их решение. Тон диалог задает сам Вениамин Кондратьев. В первую очередь глава региона обращает внимание на нехватку школы, на застройку уже сформировавшихся микрорайонов. В качестве примера приводит гидрострой. Зачем мы сегодня микрорайон, который может быть красивым микрорайоном, комфортным для жизни, микрорайон гидростроителей превращаем опять в муравейник с сумасшедшей плотностью застройки. Не предусматривая опять ни школ, ни детских садов, ни зеленых зон. Из точки потенциала гидрострой превращается в точку кипения. Вот поступают сигналы о строительстве в зоне возможного подтопления на берегу Кубани. Но мы зачем опять проблему себе создаем, потом будем ее мужественно преодолевать. Евгений Алексеевич, у вас должна быть четкая позиция, что поймы реки Кубани и зоны подтопления не застраиваются ни при каких обстоятельствах. Мэрия в свою очередь заверяют, они остановили выдачу разрешений на строительство в микрорайоне гидростроителей. Высотки там сейчас возводят только те, кто получил одобрение ранее, до 2017 года. После Нового года ни одного разрешения на строительство ни в гидрострой, ни в юбилейном выдаваться не будет. До решения социальных вопросов ничего. В таком составе встреча краснодарцев и власти уже была. Тогда бурное обсуждение вызвал проект генплана. Сейчас градостроительный документ готовится к публичным слушаниям, чтобы закрепить территории под строительство детских садов, школ и формированию зеленых зон. Сейчас площадь насаждений составляет 400 гектаров. Это на сотню больше, чем в предыдущем варианте генплана. В зону неприкосновенности активисты предлагают включить еще три участка рядом с городским садом «Карасунский». Жителями города проводится самостоятельное благоустройство территории. И мы просим сохранить и включить три участка в границы парка и поставить полностью все территории на кадастровый учет в качестве парковых зон. Мы готовы предлагать комплексные решения, готовые решения для освоения этих участков в рамках рекреационного назначения. Кроме того, созданы девять особо охраняемых природных территорий. Это постановление губернатор подписывает прямо во время совещания. Решить нужны судьбу лесных массивов на окраине Краснодара. Большую часть сегодня внесли черту города, но они по-прежнему остаются в федеральной собственности. Нужно такое решение, которое позволит лесам остаться лесами. И федеральная она будет собственностью, и городской. Вот дайте мне гарантию того, что если они будут городскими лесами, то однозначно не то, что один гектар, ни одна сотка, по большому счету, из леса не выпадет. Правила состройки кубанских городов Вениамин Кондратьев определил больше года назад. Особенно жесткими они казались в краевой столице. Уход от точечного строительства, бескомпромиссное сохранение парков и скверов, контроль за высотностью в историческом центре города – все это требует строгого выполнения. Вопросы, которые возникают сегодня, и которые я поднимаю, это не мои вопросы. Это вопросы, которые поднимают горожане. Услышьте меня, жители города. И знаете, вы можете меня бесконечно долго убеждать, что все хорошо, но вы их убедите. Услышьте меня. Если они их не будут поднимать, значит на самом деле все хорошо. Правила игры, застройки Краснодара не поменялись. Они кардинально изменились. Кардинально. И никто их обратно не развернет. И никто с этим пусть больше не пытается даже играть. Я еще раз подчеркиваю, сегодня жизнь горожан, комфортная жизнь, приоритеты. О том, что волнует, краснодарцы рассказывали губернатору почти 4 часа. В заключении Вениамин Кондратьев отметил, такие встречи будут гораздо короче, когда все озвученные проблемы в городе будут решены. Мария Крошина, Денис Мскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.